Пятый канал представляет ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Слышишь, псих? Ты кто такой? Тебе что надо? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я понял. Голова, ты где? Понял. Слышь, слышь. Спасибо, Сев. Ага. Капитан Муравьев. Старшая группа, майор Берсеева. Что у вас произошло? Да кошмар какой-то. В 2.45 поступил сигнал. Камеры наружного наблюдения зафиксировали, что внедорожник и мотоциклист устроили гонки на улицах города. Я отправил патруль ДПС. А потом ребята нашли. Вот его. В городе объявлен план перехвата. Поняла. Спасибо, капитан. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сева? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не твой сегодня день, мужик. Что у тебя, Антон? Любопытная картина. Следы торможения переднего левого и правого колес различаются. По-видимому, с правой стороны стояла запаска. И что нам это дает? Ну, как что? Искать внедорожник с разными передними колесами и с характерными следами на бампере гораздо легче. Согласна. Усиев. Смотри, какой классный. Что у тебя? Так, ни деньги, ни банковских карт, ни дорогой телефон, ничего не взяли. По жертве... Хромов Руслан Анатольевич, 1978 года рождения, регистрация, поселок Горки. Хозяин автосалона. Он, я, он, я. Ты в автосалон, а я сообщу родным. Извини. Нет. Нет, этого не может быть. Это неправда. К сожалению, это так. Вам нужно присесть. Примите мое соболезнование. Скажите, у вашего мужа были враги или недоброжелатели? Я не знаю. Он никогда не посвящал меня в свои дела. Я привыкла, что он уходит рано, возвращается поздно. А когда в ту ночь он не ночевал дома, вас это не беспокоило? Нет. Я написала ему, что подзвонился. Он ответил, не волнуйся, ложись спать. Я приняла снотворное и уснула. Понимаете, после гибели дочери мы как бы отдалились друг от друга. Каждый замкнулся в своем горе. Он живет. Простите. Жил работой. А я домом. Как это произошло? В прошлом году Руслан на машине повез Катю в спортивную школу. Само я не вожу. Он пошел на обгон. Машину повело, и она... И она вылетела с моста. Руслан чудом спасся. А Катя не стала. С тех пор он больше никогда не садился за руль. Купил себе мотоцикл. Когда это случилось? В июле прошлого года. Более дюжины переломов. Имея такое количество травм, могу сказать, что наезд был совершен намеренно. Это убийство. Вы уверены? Друг мой, моя мама больше сомневалась в том, что я ее родной сын. Да ты за кого меня принимаешь? Ты чего, а? Совсем что ли? Да это же развод, Климыч. Охрана! Что, совсем сдурел? Да я тебя без суда и следствия порешу. Стойте, отпустите меня, отпустите! Леночка, а как долго вы здесь работаете? Два года. Два года. И часто у вас здесь такое бывает? Нет, раз в месяц. А в чем, собственно, проблема? Леночка, я же все равно рано или поздно узнаю координаты этого товарища. И приеду к нему с расспросами. И он с удовольствием пожалуется мне на вашу контору. Извините. И будет очень хорошо, если вы не будете замешаны в каких-нибудь махинациях. А в чем я замешана? Мне я же договоры так составила. А что не так с договорами? Ну, решил клиент купить поддержанную машину. Так. Например, за 600 тысяч. Подписал договор. А в кассе ему говорят, что нужно доплатить еще 100 тысяч за предпродажную подготовку. Ну, понятно. Тут назревает скандал. Дальше. Ну, да. А мелким шрифтом у нас в договоре приписочка. При расторжении неустойка 50%. Понятно. Жень, что это у Хрумова я не вижу? Увеличь, пожалуйста. Сейчас. Вот. Игрушка. Медведь? Никакого медведя на месте преступления не обнаружено. Хорошо. Мы предполагаем, что Хрумова выехал с работы. Вот отсюда. Нашли его убитым в Смоленом переулке вот здесь. Камеры зафиксировали погоню. Вот в этом месте. Женя, а есть записи с Большого Петровского моста? Конечно. Сейчас найду. Кажется, вот. Кажется, вот. Игрушка. 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 Машина числится за салоном Руслан Авто. Погодите. Получается, Хромов погиб от машины из своего же салона? Получается так. Антон, есть у тебя что-нибудь? Да. Возле пореза следы засосшей крови. Человек, когда прокалывал колесо, сам порезался. Причем, судя по углу пореза, он левша. Да, Свет? Ира, я говорю, связь. Связь плохая. Я перезвоню. Кто? Здравствуйте, полиция. Мы можем с вами поговорить? Откройте, пожалуйста. Если к Саше, его нет. Простите, а как к вам обращаться? Людмила Степановна. А что? Людмила Степановна, вы можете все-таки позволить и войти? А то на лестничной клетке как-то неудобно общаться. Спасибо. Я же сказала, никакой внедорожник мы брать не будем. И деньги платить мы не будем. Бо-бо-бо, тихо, тихо. Бо-бо-бо, дайте хоть слово вставить. Где ваш муж? Уехал. Когда? Два дня назад. А куда, если не секрет? В Москву. Сказал, что у него срочное дело. А что? В Москву, значит. Женечка, привет. А проверь-ка, пожалуйста, когда гражданин Пухов АЕ 1973 года рождения отбыл из Санкт-Петербурга и в каком направлении? Ага. Да ничего, ничего, я подожду. Я же сказала, уехал он. А ну вы метайтесь отсюда. А то я сейчас позвоню. Тихо, тихо, тихо. Спокойно, спокойно. Да, Жень? Ах, вот как. Спасибо. Сдается мне Людмила Степановна, что супруг вас обманывает. Ни на самолет, ни на поезд он билетов не приобретал. Может, обманывает? Не ваше дело! Ой, да живите, как хотите. Уехал, говорите? А телефон, значит, оставил. Посмотрим, и кто же с него звонил 9 минут назад. Ай-яй-яй, Людмила Степановна. Обманывать плохо, вы в курсе? Это портит карму. Здрасте. Никуда не уходите. При загадочных обстоятельствах погибает владелец автосалона Руслан Хромов. Неизвестный на внедорожнике совершает умышленный наезд на Хромова. Следственная группа выходит на некоего Александра Пухова, который угрожал погибшим расправой. Давай, 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 давай. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Ну ладно, конечно. Пардон. Товарищ. Что вот мне надо? Поговорить. О чем? Ну, например, зачем ты убил Хромова? Я никого не убивал. Да? Да? А что ж тут от меня обедовал? Так я и... Да пофигу. Пойдем. Александр Евгеньевич, пять лет назад были осуждены за драку в ресторане. Год назад амнистированы, верно? Да. Вы угрожали Хромову Руслану Анатольевичу. У нас есть записи камер. В автосалоне были камеры. Он меня развести хотел, сволочь. Ну, чего не скажешь. Сгоряча. Но я его пальцем не тронул. Да, кстати, о пальчиках. Ваши отпечатки найдены на внедорожнике, которым был убит Хромов. Я этот внедорожник купить хотел. Я в нем тест-драйв делал. Ясно? Проверим. Где вы сегодня ночевали? Ясно дело дома. Спал. Вон у жены спросите. Жена нам уже рассказала, как вы дома не ночевали. А медведя зачем забрали? Чего? Какого медведя? Вы о чем? Привет. Вы ко мне? Ух ты. А почему так официально? Ну, подумайте. А, обещал позвонить, не позвонил, потому что вчера где-то оставил телефон. Вот этот? Да. Ты оставил его у меня на столе. И, кстати, котик. Да, кошка? Тебе постоянно названивала какая-то мышка. Тань, ты серьезно? Подожди, я все объясню. Ну что, нас можно поздравить. Подозреваемый задержан. Доказательная база собрана. Оперативно работаете, молодцы. Не думаю. Почему? Отпечатки пальцев Пухова, которые оставлены на ключах и в слооне автомобиля, ничего не значат, потому что автомобиль был на продаже, и он их оставил во время тест-драйва. А как же угроза в адрес Хромова? Да это пустое сотрясение воздуха. Пухов очень импульсивный тип. Ой, подтверждаю. Да, а наш убийца... Все продумал. Он знал, куда поедет Хромов. Хорошо. Вот вам данные с ДТП Хромова. Работайте. Да, мышь. Не забудь передать привет мышке. Маш, извини, мне неудобно разговаривать, я на работе, я тебе перезвоню. Значит, девушка зовут Маша. Татьяна Андреевна, это не девушка, ну то есть, это девушка. Эта девушка моя племянница. Мышь это ее домашнее прозвище. Она на три дня приехала из Калуги. Я вчера весь вечер провел с ней экскурсию, устроил. Племянница. Ну да, свалилась как снег на огонь. А я тебе весь вечер дала. Лазанью приготовила. Лазанью? Ну я ее выкинула. Тань, ты серьезно? Таня! Да, Тань, ну как? Очень хорошо. Я... Анализ крови? Да. Моноциты, гематокрит завышен. А это что за криптограмма? Этот показатель говорит о том, что у вашего подопечного проблемы с почками. Да, понимаете, Антон, это то, что кровь, она, она как паспорт человека. Слушайте, дайте-ка мне каплю вашей крови, я вам про вас такое расскажу. Спасибо, Лев Романович. Просто скажите, какая группа крови? Первая. Резус положительный. И что? Знаете, если отбросить женщин, детей и стариков, то получится 1500 подозреваемых. А это кто? Это Евгений Карабанов. А это его жена, Надежда Карабанова. Год назад машина Хромова наехала на женщину, у нее травма позвоночника. Ее мужу повезло больше, ни одной царапины. Жень, ты можешь выяснить, есть ли у этого Карабанова водительское удостоверение? Легко. То есть ты считаешь, что он мог отомстить Хромову? А почему бы и нет? Так. Есть. Водительский стаж Карабанова 16 лет. Права категории Б и Ц. Работал дальнобойщиком, но уволился по болезни жены. А сейчас работает автомехаником. В салоне Руслан Авто. Светофор. На перекрестке стоят, значит, КамАЗ, груженая повозка и мотоциклист. Загорелся зеленый. Зеленый. КамАЗ резко стартует, а лошадь с перепугу взяла и откусила мотоциклисту ухо. Чего? Ухо. Ну, вроде как ДТП, да? Ну... А кто виноват? Ну, лошадь. Лошадь. Думай. Если она укусила... Зина, машина готова? А то. Отлично. Так, кто виноват-то? Думай, Гриша. Думай. Последний. Женя сейчас подойдет, он беседует с врачом. Операция-то вроде бы прошла удачно, но вот боли мучают и пришлось лечь на дополнительное обследование. Вы по какому поводу? Неужели из-за того случая? Скажите, почему вы отозвали заявление с прокуратурой? Когда мы узнали, что девочка погибла, я отговорила мужа. Человек и так перенес такое горе, а тут... Женя! Жень! Тут пришли товарищи из полиции, хотят задать несколько вопросов по поводу того случая. Стой! Смотри, куда идешь. Да что за день такой, а? При загадочных обстоятельствах погибает владелец автосалона Руслан Хромов. Бизнес Хромова был основан на мошенничестве. Следственная группа задержала обманутого клиента Пухова, который открыто угрожал расправой Хромову. Но вскоре выясняется, что смерти Хромова могли желать и другие люди. Разряд! Твою мать! Извините. Что тут делать? Не отвлекайтесь, я сейчас соберу. Кто вас пустил сюда? Черт! Девушка, я не смотрю. Молодой человек, как вам не стыдно? Пошел вон! Вы прекрасны. Вы прекрасны. И что, побежишь? Пошли. За что Хромова убил? И что? Что я никого не убивал? Никого не убивал. А что побежал тогда от меня? Так вы и закричали стоять. Я побежал. Что? Что? Ну ты псих. Когда последний раз видел Хромова живым? Недавно, несколько дней назад. А что с ним случилось? Умер. Как так получилось, что ты на него работал? После той аварии жена в больницу попала. Нужны были деньги на операцию. Большие. Следователь сказал, что Руслан Хромов получит условный срок только, скорее всего. Ну а ты что сделал? Я шантажировал. Что? Шантажировал? Женя. Жень, как ты мог? Надя. Надя. Надя, ну что мне оставалось сделать? Квартиру продать? Надь, почку? Ну что ты так на меня смотришь? Надь, ну я... Тут все понятно, я за кофе. Надь, я не злодей, Надь. Чем ты его шантажировал? Из-за него товария случилось. Он во всем виноват. По телефону за рулем разговаривал. У меня есть фотки, доказательства. Хромов оплатил лечение и взял тебя на работу. Фотки сохранились? Да. Сейчас. Провалим. Спасибо. Уж кто-кто, Карабанов меньше всего желал смерти Хромова. Этот Хромов нравится мне все меньше и меньше. И вообще, как внедорожник мог покинуть парковку автосалона, если она охраняема? Значит, он не был на парковке. Да, но тачка-то числится за салоном Руслан Авто. Да, кстати. Я восстановила удаленные сообщения с телефона Хромова. Их 14 штук. Кто-то угрожал ему расправой, если он не оставит в покое некую Ольгу. Кому принадлежит номер? Если честно, без понятия. Походу, на левую симку оформлен. Ты кровью захлебнешься. Если еще хоть раз подойдешь к ней, оставь Ольгу в покое или жди беды. А как вам это? Твоей жизни, считай, списана Бутиль. Она все равно будет моей. Твои дни сочтены. Скоро сдохнешь, тварь. Серьезная угроза. Он в полицию заявлял? Нет. И не сменил ни номер, ни оператора связи. Что ж за Ольга такая, вокруг которой такие страсти? Выяснили, кто отправлял смски Хромова? Пока нет. Понятно. Тань, подожди, куда ты так бежишь? Дима, как ты думаешь? А мне еще не поздно родить ребенка? Что? Ничего. Слушай, давай в выходные поедем в ЦПКО. Мышку с собой возьмем. Давай. Подожди, а что ты сейчас про ребенка сказала? Здрасте. Леночка. Леночка. А мне опять нужна ваша помощь. Я все сказала, а про договоры я больше ничего не знаю. Вы обиделись. Я был неправ, резок. И теперь пришел извиниться. Оп. Это вам. И шоколад. Лен, я теперь прекрасно понимаю, почему мужчины толпятся в вашем салоне. Да я бы сам каждый день покупал машину у девушки вашей внешности, если бы у меня были деньги. Жаль, их нет. Так у вас и на одну машину нет денег. Это правда. Вы такая проницательная. У вашего шефа безупречный вкус. Кстати, по поводу Хромова. Вы не замечали за ним в последнее время какое-нибудь странное поведение? Если вам это покажется странным, на прошлой неделе он попросил у Зои, моей напарницы, купить ему цветы, розы. А где сейчас Зоя? Она дома, на больничном. А не сказал ли Хромов Зоя, кому надо купить цветы? Жене, любовнице. Может быть и любовница. Он мужчина видный, богатый. А про парня рассказать? Какого парня? В прошлом месяце я сама видела, как какой-то парень швырнул кофе в мотоцикл шефа. После этого они подрались. Совсем лица не видно. Жень, ты можешь увеличить? Да легко. Как это? Возможно найти этого парня? Ну, если он есть в соцсетях, то без проблем. Так. Вуаля! Вадим Нагорный, 28 лет, город Котельнич, 38 друзей. Не густо. У него в друзьях две Ольги. Первая, 49 лет, Ольга Нагорная, мама, наверное. А вторая, Ольга Зорина, 28 лет. Так, маму не надо. Кстати, еще одно совпадение. Город Котельнич, Кировская область. Ольга Зорина окончила инженерно-экономический университет в 2013 году. В общем, если это именно тот, кто нам нужен, вези его сюда. Без проблем. Стоп. Это она с Хромовым. Как же нам найти эту Ольгу? Ну, кто виноват? Что за задачка-то вообще? Кто там? Ну, все, если не он, то кто вообще? Если не мотоциклист, то кто КамАЗ, что ли, виноват? Я не понимаю. Как он виноват-то может быть вообще? И что это такое? Здравствуйте. Здравствуйте. Берсеева, слушаю. Алло, Виктория, к вам пришли. Гриша, скажи конкретно, кто пришел? Ольга Зорина. Кто? Я еще вчера почувствовала, что что-то произошло. Я несколько раз звонила Руслану, но он не отвечает. Мы проверили его телефон, но там нет вашего номера. У него для связи со мной был второй телефон. Здравствуйте. Добрый день. Вадим Нагорный здесь живет? А вам зачем? Поговорите. Здесь проходите. Давно живет? Давно. Раньше его тетушка Татьяна Дмитриевна жила. Потом Вадим в институт поступил, к ней переехал. Она померла, комната племяннику досталась. Вон вторая дверь справа. Спасибо. А он что-то натворил? Вообще, на него это не похоже. Он мальчик тихий, спокойный. Да не волнуйтесь, все в порядке. Вы кто такой? Я из полиции. Что вам нужно? Поговорить про Хромова. Стараюсь я ни с кем разговаривать. Не имеете право, уберите ногу. Я сказал, не надо, не бейте. Не бейте, у меня почки больные. А! Боевая мозоль? Ольга, почему вы пришли именно к нам? Я же ничего не знаю, я волнуюсь. Не звонит же мне его жене. В полиции сказали, что этим делом занимается межведомственный отдел. А давно вы с Хромовым встречаетесь? Мы познакомились в прошлом году. Сначала встречались тайно, ведь он женат. Когда я забеременела, он пообещал уйти от жены, но долго не решался. А на прошлой неделе пришел с цветами. Цветы? Спасибо. По какому поводу? А есть повод. Пойдем. Какой? Пойдем, пойдем, пойдем. Вот к окошку иди. А посмотри, вон туда слева. Это... Тебе, тебе. Спасибо. Я, правда, еще не переоформил. Она без номеров, но я обязательно сделаю, хорошо? Когда ты ко мне переедешь? Скоро. Я обязательно поговорю с женой, я же обещал. Хотя... Давай лучше ты ко мне. Угу. Ольга, вы знаете, где сейчас ваш внедорожник? Я думала, что это Руслан его взял. Невезучий оказался внедорожник. Какие-то хулиганы прокололи колесо. Я доставил Нагорного. Вадима? Вы знакомы? Да, давно. Это я нашел в его комнате. За что вы хотите его арестовать? Вы же не думаете, что это он? Я в это не верю. Девушка. Мы расследуем умышленное убийство. Вы уж простите, но мы не можем полагаться на вашу верю или не верю. Владелец автосалона Руслан Хромов погиб при странных обстоятельствах. Выясняется, что у него были недоброжелатели. Это и Пухов, который публично угрожал расправой, и Карабанов, у которого по вине Хромова жена стала инвалидом. Восстановив удаленные данные в телефоне Хромова, следственная группа узнает, что в деле замешана женщина. Мы проверили ваш телефон. За последний месяц вы отправили 14 сообщений с угрозами. Хромову зачитать? А зачем вы это делали? Я ненавижу его. Я его ненавижу. Ну что она в нем нашла, а? Это хам редкостный, перекачанный дебил. Ненавижу его. Мы вместе с ней приехали в Петербург, в институт поступать. Вместе закончили. Я думал, мы поженимся. Я ей много раз предложение делал. А она? А Оля говорила мне, что давай подождем, надо на ноги встать, денег немножко накопить. Это мужская психология. А она вас любила? Да. Да, она любила меня, и у нас с ней все хорошо было, пока он не появился. Потом она стала меня избегать. И даже слушать не хотела. Вы решили порезать колесо. Зачем? Я разозлился. Понимаете, я встретил ее неделю назад на улице. Ну как встретил, подкараулил. Вот понимаете, до чего дошло. И она тогда рассказала мне, что беременна от этого. И что внедорожник это его подарок. И поэтому вы решили убить Хромова? Нет. Нет, поэтому я порезал колесо. И еще я на подлость пошел. Я позвонил его жене и рассказал про их роман. Подождите. Жена Хромова знала про роман? Да. Женя, мне нужна вся информация по Хромовой Светлане Михайловне. Делается. Нет, не берет. Вика, можешь чайку? Нет, не нужно. Есть. Хромова Светлана Михайловна. Возраст 40 лет. Место рождения Ленинград. Закончила школу номер 309, поступила в лесотехническую академию. В 98-м году получила права категории Б в автошколе номер 4 ДСААФ. В 2016-м году вместе с мужем удочерили девочку трех лет. А мне сказала, что не умеет водить. Сев, я в горке. Я с тобой. Спасибо. А похоже, дверь изнутри закрыта. Десять секунд. Пять. Три. Светлана Михайловна! Светлана Михайловна, вы дома? Сева. Нужно срочно попадать туда. Понял. Зина, остановись. Не, а что там, окно открыто было в подвале. Тогда ладно. Пульс есть, но слабый. Скоро один. Сейф, это барбитураты. Алло, скорая? У нас тут отравление, женщина умирает. Смотри. Поселок Горки, улица Садовая, дом 35. Ну, как она? Опасаться нет причин. С ней можно поговорить? Она сейчас спит. Вот, когда проснется, пожалуйста. Сева. Сев. Да пусть они хоть трех юристов наймут. Напугали. Договор читать надо. Ладно, приеду, будем разбираться. Папа, что это? Папа, мне страшно. Черт. Папа, мне нет стегнута. Да зашкнись ты. Папа, тебе нет стегнута. Папа, не оставляй меня здесь. Папа, папа, я боюсь. Папа, папа, папа. Это вы меня спасли. Зачем? Светлана Михайловна, это вы убили вашего мужа. Вы нашли карту памяти? Да. Много лет пытались завести ребенка. Но у нас ничего не выходило. Однажды я предложила ему усыновить малыша из дома малютки. Там была девочка. Такая хорошенькая. И только что исполнилось три годика. Руслан был против. Но я надавила, и он согласился. Прошло несколько лет, а он так и не полюбил девочку. А мне было все равно. Главное, что со мной был мой ребенок. Светлана Михайловна, как у вас оказалась карта памяти? Когда я не стала Катюша, я сломалась. Попала в больницу, меня подлечили. А когда вернулась, решила продать эту чертову машину. И Руслан не хотел этим заниматься. Ее все равно надо было помыть. В ней оставался песок, и на заднем сидении я нашла карту памяти. Вероятно, она выпала из регистратора, ее прибило водой. Вы решили отомстить. Он спасал свою шкуру, бросив мою девочку. А через месяц мне позвонили. Алло? Госпожа Хромова? Да, а кто это? Неважно. Ваш муж вам изменяет, и уже давно. У него молодая и красивая любовница. Да. Парковая аллея 13. Ее зовут Ольга Зорина. Жена Хромова следила за ними, выучила все расписание их встречи. И, конечно, узнала о том, что Руслан подарил свой возлюбленный внедорожник. У нее возник план мести. Она знала, что Руслан хранил дупликат ключей от машины дома. Первая попытка была неудачной, потому что Вадим проколол колесо. А на следующий день она осуществила все, что задумала. И что из-за этого будет? Какой срок? Хромова пациентка психдиспансера. Ее ждет долго принудительное лечение. Подождите, я что-то не понял. А зачем она пыталась покончить с собой? Ну, видимо, убив мужа, Хромова не почувствовала облегчения. Потому что дочка-то ей это не вернула. Но она поняла, что месть – это всего лишь иллюзия справедливости. Я понял! Я понял! Я понял! Все, понял. Кто виноват? Кто? Кто? Мотоциклист. А почему? Потому что шлем надо было одевать. Вот, все видно и понятно. Надевать шлем, Гриш. Так, в смысле? Я же так и сказал. Надевать. Так, в смысле? Не мотоциклишь? А кто? Куда? Куда? Куда вы пошли-то? Куда? 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 Куда?